всем привет продолжаем играть властен колец битва воинств начался сезон тут продолжаю развиваться он потихоньку отстраиваться все как полагается стараюсь выходить в т4 скорее ко мне не хватает сейчас исправим так в общем то я здесь немножко поработал над снаряжением забрал у к халдуна его полностью но сделал зато горбогу вот такое снаряжение и посланец теперь у нас ходит в таком виде но я думаю пока что этого будет достаточно в принципе для 3 сезона норм так ладно ивента с драконами с боссами пока что нету это можно чуть-чуть пооткрывать обычный сундук ладно принципе понятно так на секунде я пока сейчас отправлю балина с алхимиками как раз мы тут оставшиеся надо кое-кого сжечь так на юрзане в общем то я отправил в путь своих командиров потому что у нас тут не доброжелатель появился кстати прокачал я получается ладхара до 42 уровня я забил на всех командиров и качал только его и и шмотом я пожертвовал не вкачал полностью пятизвездный шмот вот в таком виде будем его тестировать а вот возможно в ближайшие дни я уже его отправлю к черным вратам правда надо еще туда путь проложить но я этим уже занимаюсь хотя с другой стороны можно наверное из минус моргула выйти здесь у меня уже есть форт а слушайте тут есть гондор цена все тогда вопрос решен тут да тут есть суетологи все равно на всякий случай отправлю потестируем на сорок втором может быть потом я добью до 50 посмотрю на максимальной мощи что может этот дядя или чего он не может чуть не достаем отправлю сюда короче ну и все пойдем пока убьем балрага эти ситуация на сервере здесь вот таким образом складывается гундабад такое ощущение будто стекает вниз плавно захватывая все подряд но это уже не кольцо окружают ангмар немножко тут резвиться гномы тоже вниз спускаются ну короче по ходу все против варьягов единственно что гундабад может помочь хотя вот эта крепость нейтральная была это же дарвине он до остальные фракции вроде бы особо активности не проявляют а кстати касательно жнецов я полностью их прокачал ну почти здесь по девяточки осталось вот и взял добивание получается вроде как еще что-то где-то можно поменять я не знаю там же 3 или то есть оу посмотрите-ка я себе тут урона 382 тысячи неплохо неплохо ну так у меня выглядят крушители вот тут возможно другой перк стоит поставить да в казарме надо менять ну 2129 урон то есть неплохо еще плюс добивание вот это вот все ну потери конечно да это понятно и 26000 сам ладхар нанес довольно таки мало причем тут даже сами вот эти вот ребята еще как-то 47000 наковыряли ну конечно же по жнецам все равно прошел урон так как балрик атакует несколько целей поэтому как бы таунт но это я не знаю двух вообще нитов использователя может быть поставить третьего юнита ближнего боя для таунта для жнецов на буду тестировать а там уже будет видно вы знаете а возьмем к я здесь кровотечение потому что она вроде как срабатывает когда по цели наносит урон то есть крушители будут кровотечение наносить а жнецы будут по нему еще по нему еще сильнее бить получается по крайней мере таков план но тогда вероятно потребуется все таки 3 юнит для таунта можно взять в принципе тех же это три троллей так следующий бой без пополнений ну тут уже поменьше до 300000 нормально главное что и винт я закончил ну пока что могу сказать что выглядят жнецы неплохо на ладхаре с таким раскладом посмотрим как проявить себя в пвп может быть хотя бы чуть-чуть будет неплох и можно будет хотя бы в этом сезоне в революции тактики эволюции тактики да и выиграть так здесь мне осталось буквально четыре минуты но болен бежит я специально 10 очков потратил чтобы он быстро добежал я надеюсь что есть грудь еще жив да его еще никто даже не обижал отлично сейчас алхимики должны очень хорошо сработать на что так обстоят дела на карте и кстати я совсем забыл что здесь у нас же присутствуют коренные нерпы игроки это как раз таки вот эти вот всякие байт knfm вот эти вот все гильдии которые просто убивают интерес то есть у них задача прямо вот всю карту покрасить и все произошел еще очень странный момент которого открою просто охренел здесь получается были плитки я вот здесь захватил захватил тут или голосом нападал у меня сдохли все командиры потому что тут меня встречал кит еще блин когда я сюда шел там на перерез санинт выскочила короче да это было больно но суть в чем послал легаласа ладно он послал этот вот этот вот товарищ мини данут послал сюда ты отдан захватил хорошо назад у меня легалас отправился я ускорил он нападает на вот здесь еще две клетки союзником принадлежат я легалас отправляю сюда он захватывает эту клетку потом идет сюда отменяет ускоряет и быстрым маршем идет вот сюда то есть прям вот на перерез легаласу то есть не знаю чел просто запотел хотя там легалас который он просто мог т.д. нам убить и все ну как бы решил запотеть вот из этого я немножко просто охренел у нас ну я видел конечно да что такие хитрые маневры делают но не до такой же степени ну типа там просто пачка фартов стоит которая защищена там есть командиры они какого-то несчастного легаласа бояться серьезно но в итоге чтобы с этим китом посражаться так как он любит ну чтобы командиры отскакивали мне пришлось всех в одно место складировать и он напал я покажу вам отчеты но это кит это кит потому что у него как минимум 6 командиров полностью хорошо одетых и с хорошим уважением хотя в принципе давайте сейчас пока я не потерял нить мысли и пока болен идет так это я просто расчистил да тут какой-то повед вален я вернулся в старый билд легаласа ну как в старый в обычный стандартный билд вот в общем-то меня поймала санинт она тоже влетела на 10 очках получается вот такой отчет то есть как мы видим фалгин не стоит против санинт но это и не удивительно поскольку тут набор такой и у меня нету юнитов которые бы атаковали непосредственно арбалетчиков то есть вся суть санинт в том что и надо просто убить арбалетчиков для этого dd герой по принципе подойдет то есть он может как бы согреться на арбалетчиков вы там убить условно легалас хороший урон например у меня наносит по арабам ну естественно юниты такие как снайперы женицы то есть дуны дайна вот эти все ребята у меня здесь нету поэтому отлетел вот такая санинт здесь ну то есть как бы все как полагается это раз отсчет и потом после этого на гильгалада наткнулась тоже убила практически ну преследование но понятное дело что здесь гильгалад будет бессилен до после этого он отступил я еще там бали нам напал меня встретил гильгалад то есть смотрите это получается раз герой до санинт а два герой гильгалад у него еще хорошо одетый вот как то так блин я тоже такой шлем хочу какого черта только другой перк вот хороший r5 гильгалад вот такой результат здесь тут я что-то накидал кстати 45000 забавно две ты ну 1900 где-то вот этих против 3 300 стражец стадели они чуть побольше накидали ладно допустим далее черный змей у него еще есть но тут безумием немножко побаловался я до фродо как часы практически работает вот такой черный змей тоже одетый тоже покрашенный здесь но в принципе учитывая все эти отчеты это я еще неплохо так залетел я вспоминаю просто второй третий сезон когда я не мог вообще ничего китом сделать а сейчас уже как бы ну вот такие отчеты видите получаются то есть но более менее уже более менее я считаю полный гил против полного змея и здесь уже равноценный отчет плюс-минус нормально это пойдет далее добила она это я получается уже до фортуну атаковал я оставил всех форте чтобы он никуда не бегал своими ты отданами вот эти странные мувы не делал пусть уже атакует сам вот санинт еще напала 32000 от кого-то она здесь отхватила но опять фалгена убила да естественно фалген новую соточку накинули но мне нужны гномы которые атакуют в приоритете лучников блин или какие-то гномы которые по минимальной защите бьют цели да потом от боли на она убилась получается ну нормально после этого гендальф сюда залетел вот еще командир пожалуйста опять же одетый покрашенный все как полагается это который уже я сбил сбился со счету до гель добил баллина на бывает потом легалаз налетел на легалаз а вот это мне конечно понравилось тут подраненный гиль но неплохо 150 тысяч влетела просто держи гиль король чародей еще у него ну естественно тоже сейчас если найду отчет с теоденом а ну вот он вот он и от и дан 48 уровня тоже одеты как видите то есть в принципе вот чем мне нравится эта игра черт возьми здесь есть планка силы но вот сделал ты т.д. надел и что ты у не сделаешь сильнее можно шмот золотой надеть хорошо но в таком случае будет потолок просто достигнут вот единственно что со временем через определенное количество сезонов я так думаю китов просто больше армии будет то есть сейчас у него 6 командиров боевых одном будет там 10-15 условно и у них по сути весь набор казармы будет полностью в этих 15 армиях сидеть я думаю постепенно дойдет до этого но у нас кто играет с такими минимальными вложениями все также будет 3-4 армии до условно но хорошо укомплектованы то есть вот у меня допустим на 4 армии шмота хватает но при этом как бы надо дорабатывать еще шмот дорабатывать тут еще много так ладно обновлю сейчас советуем с кузницы к сожалению ничего интересного не упала зеленка кейс у меня есть может сшитую броню покрасить взять может быть закрытый шлем надо подумать ну тут в принципе совет на элвин понятного гильгалад и кто еще еще гильгалад много гильгаладов не бывает на самом деле был бы не против накопить допустим вот на такой шлем до гильгаладу очень подошел бы и там еще один шлем выбить влить шляпу и это будет три звезды получается и здесь конечно бы твердость эльфов ух какой хороший перк прям вообще замечательный непоколебимость есть но это самый топ конечно же потому что его красить можно не красить фактически вот насчет гэндальфа белого я в раздумьях может быть уже начну собирать ему репутацию сделать его 5 уважения там какой-нибудь какой никакой шмот ему подобрать вот попробовать поиграть потому что на первом уважении он в принципе вот по ощущениям примерно как баромер то есть такой среднячок который вроде бы и не дно но и при этом не топ то есть просто может условно там в равный отчет выйти или немножко проигрышный но что-то он все-таки может так ладно давайте посмотрим какой урон будет тут не будет конечно миллиона урона у кота уже к ч потому что у меня бафов маловато вот ну и плюс как бы координатора нет то есть единственная по сути что я дал алхимиком это урон плюс 7 и все но посмотрим сколько сейчас выйдет по груду так смотрим результат 625 тысяч неплохо неплохо мистера аллахимики 573 они лично сделали ну да если бы это был к ч там был бы лям так ладно выполнил я этот ивент что у нас сегодня ну такое да на такое ладно на этом я пожалуй ролик закончу всем спасибо за просмотр до встречи